Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой небольшой обзор я хотел бы посвятить теме музыки в автомобиле. Это видео будет полезно не только владельцам Jeep Patriot, но и других моделей автомобилей, у которых установлены старые магнитолы без возможности подключения USB-носителя или карты памяти и для прослушивания с них музыки в формате MP3. Сразу скажу, что я не являюсь ценителем или фанатом высококачественной аудиотехники и мне достаточно аудиомагнитолы стандартного исполнения, который идет в комплекте с автомобилей или же самый недорогой, который можно найти в продаже. Главное, чтобы все можно было подключить без проблем и чтобы все работало без боев. В машине музыку я слушаю обычно в фоновом режиме и не громко. Этот обзор скорее посвящен тому, как недорого и быстро без замены старой магнитолы слушать MP3 музыку с USB-носителя или с картой памяти. Стоит отметить, что подключение к старой магнитоле в способе, который я предлагаю, осуществляется через аналоговый разъем AUX, который есть почти во всех старых или недорогих магнитолах. Стандартная магнитола в автомобиле Jeep Patriot идет с проигрывателя компакт-дисков. В принципе, можно и этим ограничиться, но я уже давно не записываю музыку на диске и неудобно это уже. Поэтому стал вопрос или замены магнитолы или какой-то ее доработки. Видел в некоторых обзорах, что в стандартную магнитолу можно подключить USB-носитель через сервисный разъем, который находится в бардачке, но к своему сожалению там я его не нашел. Почитав форумы, понял, что не все модели могли им комплектоваться. Еще немного раздражал тот факт, что стандартная магнитола для американского рынка на Jeep Patriot имела возможность сканирования и запоминания только нечетных частот для радиоприемника. То есть из нескольких десятков FM радиостанций у меня была возможность слушать не более 10, что сильно ограничило музыкальный выбор. Долго искал разные варианты, чтобы не покупать новую магнитолу. Мне хотелось найти небольшое по размеру устройство, в которое можно было бы вставить карту памяти или USB-носитель, и при этом, чтобы у него была возможность автономной работы от аккумулятора и чтобы аудиосигнал можно было передать через аудиоразъем AUX 3,5 мм. Вроде бы вариантов на AliExpress таких небольших устройств было много, но большинство из них имели только функцию работы через Bluetooth с привязкой к телефону или же устройства, которые подключались к прикуривателю автомобиля и имели функцию FM-модулятора, то есть передавали на определенной частоте музыку с картой памяти на магнитолу как бы в режиме радио. Эти устройства мне не подходили прежде всего из-за того, что они занимали прикуриватель, который у меня уже занят другим устройством. И вот после долгого поиска на просторах интернета я нашел для себя самый подходящий универсальный Bluetooth приемник со всеми функциями, которые мне нужны были. А самая важная из функций, которую я искал, передача аудиосигнала от MP3-плеера напрямую из устройства через штеки 3,5 мм в разъем AUX на штатной магнитоле. Производитель данного устройства обещал, что работать от батареи оно будет до 8 часов. И учитывая тот факт, что индикации на нем кроме мигающего светодиода никакой нет, то можно в это поверить. Устройство простейшее по своему функционалу. Есть только кнопки включения и выключения, и переключения песен вперед и назад. Этими же кнопками осуществляется управление вызовами телефона по Bluetooth. В комплекте идет инструкция, в которой подробно расписан весь скромный функционал и характеристики. Подключение ресивера к магнитоле простейшее. Через разъем AUX и с использованием адаптера 3,5 мм, который идет в комплекте к устройству. Включается ресивер нажатием кнопки питания на нем и также отключается. Зарядить ресивер можно через разъем mini-USB с использованием шнура, который идет в комплекте. По инструкции требуется напряжение 5 вольт и зарядный ток в 1 ампер. Регулировка громкости осуществляется непосредственно на самой магнитоле или же с телефона, если подключение производится по Bluetooth. По размеру ресивер компактный, занимает немного места и не мешает на передней панели за счет того, что от него не идут никакие провода. Главное не забывать его отключать при выходе из машины, так как в отличие от магнитолы он сам не отключится при вынимании ключа и замка зажигания. Но режим экономии энергии у него какой-то все-таки нам предусмотрен. Цена его на Алиэкспресс всего 2 доллара. Согласитесь, что это самый бюджетный вариант, который только можно придумать для модернизации старой магнитолы. Конечно, этот вариант не лишил недостатков, но самую главную задачу бюджетного MP3 плеера он решает отлично. Всем спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, что такой способ поможет немного сэкономить и слушать любимую музыку в машине. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok